Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы снимаем видео о макияже при помощи очень бюджетных кистей. Это вот такие вот кисти на деревянных ручках с синтетическим ворсом. В общем-то, они очень бюджетные. Недавно я снимала обзор на них на своем канале. Вот сегодня я решила сделать макияж при помощи именно этих кистей, чтобы вы смогли оценить их в работе и понять, насколько они качественные или некачественные, стоит их покупать или нет. В общем-то, давайте делать макияж. Сегодня я выбирала между двух тональных основ, можно сказать, двух моих фаворитов. Это Rimmel Lasting Finish 25 часов стойкости и Patricio Lido просто хороший увлажняющий крем. Вот Patricio Lido у нас идет с витамином Е и глицерином. Что нам обещает? Это очень нежная сенсация, адаптирующаяся под тон кожи. Дает натуральный эффект без макияжа. Убирает, маскирует, точнее, мелкие недостатки. Увлажняет. И, в общем-то, ухаживает за кожей. Делает ее мягкой и шелковистой. В общем-то, довольно хорошая тональная основа. Мне нравится то, что она легкая. Она отлично перекрывает мои какие-то там прыщики, веснушки, расширенные поры там и так дальше. И делает, в общем, вид довольно хорошей, отдохнувшей кожи. То, что, в принципе, мне для повседневной носки и нужно. Lasting Finish у Trimmel вообще самая любимая моя тональная основа на сейчас. Она вообще просто обалденно подстраивается под мой цвет кожи. Она очень-очень хорошо носится. Ее практически вообще незаметно на лице. Но она все-таки суперстойкая. И для ежедневной носки это все-таки не совсем то, что нужно. Поэтому, простири и мыль. Но сегодня я буду пользоваться Patrisia Lido. В общем-то, я специально выбирала более жидкую такую консистенцию. Потому что вот эти вот все кисточки, они довольно-таки неплотно набиты. Поэтому сильно густую тональную основу ими будет довольно проблематично распределить. Поэтому я взяла что-то такое нейтральное. Перед применением обязательно встряхиваем хорошенечко. Взбалтываем. И наносим. Консистенция очень-очень жидкая. Она вот в такой вот пипетке. Хорошая тональная основа. И очень бюджетная. Сейчас мы посмотрим, как эта кисть распределит эту тональную основу. Я выбрала с набора такую, она более кругленькая. Потому что она больше всех плотно набита. Поэтому есть, конечно, такая вот плоская, которая вообще идет якобы для тональной основы. Но она как-то вообще слабенько набита. Поэтому ею будет, мне кажется, не совсем удобно и не совсем хорошо. Ну, распределяется вроде бы быстренько. Но пока я вижу полосочки, сейчас мы их загладим. Субтитры сделал DimaTorzok В общем-то, я закончила наносить тональную основу. Должно пройти несколько минут. Тональный крем усядется и будет хорошо смотреться на моем лице. Пока еще финиш очень влажный. Но он усядется, и эта влажность вся уйдет. Поэтому я вернусь к вам через пару часов. Ну вот и снова я. Как вы видите, тональный крем уже уселся. Ушел этот назойливый блеск. Но хочу сказать о том, что финиш все-таки у этой тональной основы, он такой сатиновый. Он слегка светящийся, если вот так покрутить головой. В общем-то, довольно неплохая тональная основа. Но скоро я уже буду с ней прощаться. Скоро мне придется ее уже выбросить. Потому что недавно я обратила внимание, что сзади есть такой рисуночек. Как консервная баночка открытая. И там указано 6 месяцев. Это означает, что после того, как вы ее открыли, вы должны ей пользоваться 6 месяцев. А дальше уже как бы выбросить. Потому что за это время она все-таки портится. И для себя лично я заметила, что все-таки действительно она немножечко меняет свои свойства, свои качества. Поэтому еще чуть-чуть и я ее просто выброшу. Будьте внимательны. Даже если срок годности у вас еще больше, чем на год. Все равно придерживайтесь этих как бы наставлений. Потому что ваша кожа, это ваше все. Надо за ней хорошо ухаживать. Дальше я зафиксирую все-таки тональную основу при помощи матирующей пудры от LCF. Она у меня уже, как вы видите, немножечко поломанная. В общем-то, тоже выброшу, скорее всего, после этого видео. И куплю новую. Для пудры я буду использовать вот такую вот маленькую кисточку. Набирает она продукт, кстати, неплохо. Немножечко встряхиваем. И пошли припудривать. Ну, маленькой кистью, в принципе, довольно удобно. Никакой сложности. Набирает продукт она, в принципе, неплохо. Но, честно говоря, как-то непривычно, потому что она такая малюпусенькая. Я как-то привыкла, что кисть должна быть, ну, как-то хоть немножечко подлиннее. Для этого, конечно, можно было взять вот такую вот кисть. Она чуть длиннее, но пускай пока маленькой попробуем. Так, все, благодаря пудре липкость вся ушла, блеск тоже. Сегодня у меня будет макияж такой более матовый. Сегодня жарко, поэтому пудра мне нужна. Хорошенечко, вот тут, где крылья носа, под глазами. Потому что там быстрее всего плывет. В общем-то, давайте, наверное, далее приступим к бровям. Для этого мы будем использовать вот такую вот скошенную кисть. Не знаю, насколько ей удобно будет делать брови или нет. Возьмем гель от LN. Кстати, гель довольно-таки плотный. И я думаю, этой кистью будет не совсем удобно его набирать. Ну, хотя, вроде бы, набралась. В общем-то, я возьму зеркальце поближе и приступаю. Спасибо. Спасибо. В принципе, вроде неплохо, но как-то она слишком большая, как мне кажется. Немножечко выходит за рамки моих волос. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, в принципе, ворс довольно-таки плотненько набитый. Рисовать, в принципе, удобно. Если бы помадка была немножечко более гелевой текстуры, было бы удобнее. Но эта помадка, к сожалению, такая плотная. Но цвет у нее очень удачный, поэтому мне она нравится. Ее хватает очень-очень на длительное время. И цена очень-очень бюджетная. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас ее немножко подправим. Ну, получилось вроде бы более-менее симметрично. Вроде бы даже натурально смотрится. Скажу, что кисть для бровей, в принципе, довольно неплохая. Но, честно говоря, если бы она немножечко-немножечко поуже была, потому что она как-то слишком широкая, было бы, конечно, лучше. Но тоже неплохо. Закрываем нашу помадку. И дальше, наверное, давайте перейдем к макияжу глаз. Сегодня я буду использовать палетку от Глэмби и, наверное, немножечко жидкой помады от Люкс Визаж. Точнее, жидких теней. Не так сказала. Ну, давайте, наверное, возьмем пушистую кисть и оформим, так сказать, нашу складку. Для складки я беру вот этот вот светлый, можно сказать, персиковый цвет. Возьму зеркальце, помрежем. Ну, растушевать вроде бы неплохо. Вроде бы все отлично получилось. Пятын никаких не поставила кисть. Размер у нее довольно-таки приятный. Кстати, она идет как немножечко скошенная. Я бы так сказала. Цвет набирает кисть неплохо. С учетом того, что это тени не слишком пигментированные. Я бы сказала, слабо пигментированные. Поэтому, в принципе, для такого макияжа эта кисть отлично подходит. Не знаю, как с яркими цветами, но с такими бледными кисть работает хорошо. По крайней мере, моя обычная, привычная кисть работает примерно вот так же. Затем я возьму немножечко, чуть поярче, вот такой вот розовый. И добавлю немножечко в уголок моих глаз. Хочу сказать, что если использовать базу под тени, любые тени, конечно, будут выглядеть намного ярче, красивее, пигментированней. Но я базу не часто использую. Вот когда мне надо очень стойкий макияж, тогда да. А в повседневной жизни, когда я куда-нибудь спешу, база мне ни к чему. Так. Затем давайте попробуем взять жидкие тени от Люкс Визаж. У меня в оттенке 5. Немножечко сейчас мы их нанесем. Я прямо, наверное, нанесу на вот такую вот скошенную тоненькую кисть. И ею уже буду наносить на века свою. Я немножечко нанесла в уголок глаза и немножечко под нижнее века, немножечко этих блесток, чтобы было более так гармонично. Так, наносим еще раз. Я набираю не слишком много, совсем чуть-чуть, потому что теней хватает очень надолго. Для того, чтобы заполнить все века, надо совсем-совсем чуть-чуть вот такую вот капельку. И этого будет достаточно. Они насыщенные, классные тени. Так. И теперь вернемся обратно к вот такой вот кисти. Я наберу еще раз более темно-розовый и немножечко растушую. Чтобы скрыть переход между тенями. Довольно неплохо получается, довольно ярко. Конечно, такой макияж для любителя. Не всем, я думаю, нравится такое сочетание. Но мне чем-то нравится. Далее вот такой темно-розовый, точнее ярко-розовый, мы наносим вот сюда вот вниз. Под нижнее века. И тогда тушевка будет выглядеть намного лучше. Я бы сказала, даже гармоничнее. Что я могу сказать? Кисти для глаз, в принципе, довольно хорошие. Мне понравились, порадовали. Растушевали. В принципе, претензий никаких нет. Ворс очень мягкий, приятный. Ничего мне там не щекочет, не колет. Все отлично. Правда, я не использовала вот эти две кисти. Но я думаю, что они не хуже в качестве. Это такая кисть свеча. И еще одна растушевочная, скошенная кисть. Далее я, наверное, нарисую стрелочку. Я буду использовать подводку от Luxe Visage. Сегодня у меня обычные стрелки. Никаких острых концов нет. То они не круглые. Просто обычная короткая стрелка. Такой вариант стрелки подойдет абсолютно всем. Даже тем, у кого нависшее веко. Кстати, наконечник здесь твердый. Но довольно хорошо рисует. И подводка матовая, черная. Все, как я люблю. Вот такие вот стрелки у меня получились. В принципе, неплохо. В принципе, довольно хорошо. И буду использовать тушь. Тоже от Luxe Visage. Вот такую вот. Хорошая кисть. Очень удобный у нее наконечник. Точнее, кисточка. Хорошо прорисовывает. И удлиняет. И дает объем. И комочков нету. Тоже довольно круто. Ну, собственно, вот такие вот ресницы у нас получились. В принципе, я результатом довольна. Все довольно натурально, естественно, выглядит. Ресницы и удлинились, и немножечко стали шире. Но не так, что прям эффектно-окладных ресниц нет. Но, в принципе, все довольно хорошо. Я извиняю за шум. У меня соседи, как всегда, делают ремонт. Молодцы. Давайте, наверное, далее переходить к оформлению моего лица. Я буду использовать вот такую вот палетку для контурирования. Это Glam Bee. Моя, можно сказать, на сейчас любимейшая вот такая универсальная палеточка. Здесь есть и хайлайтер, и румяна. И вот такой вот контуринг террабронзер и пудра. В общем-то, давайте, наверное, начнем мы с контура. Буду вот такую вот кисть использовать для этого. Я надеюсь, что ее будет удобно. Немножечко собьем. Кисточка довольно маленькая. У нее удачный размер, я бы так сказала. Ну, нанесла вроде бы неплохо. Сейчас немножечко растушую. Кстати, растушевывать этой кистью не слишком удобно. Она такая эластичная, подвижная. Очень, я бы сказала, мягкая. Как-то она так играет по лицу довольно сложно. Поэтому получилось у меня вот такое вот большущее пятно. Сейчас здесь попытаемся тоже так выровнять. В принципе, такой эффект. Ух, загара. Ну, ничего, возьмем кисть с пудрой и немножечко, немножечко закрасим. Ну, в принципе, неплохо. Но, честно говоря, не слишком она удобная для этого. Как-то так. Ну, давайте теперь этой же кистью нанесем румяна. Тоже главное не переборщить. Где-то вот сюда вот. Ну, румянец вроде тоже видно. Давайте немножко контуринга добавим вот сюда вот. Вот так вот. Ну, как-то так. И теперь давайте нанесем хайлайтер. До этого используем вот такую вот кисточку. Я думаю, что ею должно быть удобно это делать. Ну, проверим, как оно будет. Да, в принципе, хайлайтер она наносит довольно-таки хорошо. Хайлайтер сияет круто. Ух, свечение, как будто из космоса. Ха-ха-ха. Ну, и давайте подкрасим губки. И на этом, в принципе, все. А сегодня я буду использовать нюдовую матовую помаду от Lamelle. Вот такую вот. У меня в оттенке 106. Natural Pink. В общем-то, наносим. Возьму все кольца поближе. Возьму все кольца поближе. Ну, собственно, вот такую вот помаду я сегодня решила выбрать. Я думаю, что с макияжем моих глаз она должна сочетаться неплохо. Но, в общем-то, вот такой вот результат. Что могу сказать? В принципе, кисти довольно неплохого качества. Я не могу сказать, что они прям очень-очень классные. Мне не слишком понравилось контурировать при помощи вот такой вот кисти. Потому что она как-то слишком уж мягкая. Слишком она как-то вот так гнется. И не слишком удобно быстро растушевать. Ну, в принципе, получилось неплохо. Но, честно говоря, я ожидала немножечко какого-то лучшего эффекта. В целом, кисти за такую цену довольно хорошие. Покупать их или нет, это, конечно, решать только вам. Судя по этому видео, как все наносилось, как распределялось. Если понравилось, то, конечно, покупайте. Не понравилось? Может быть, стоит подыскать что-то другое. Мне, в принципе, понравилось. Не все, конечно, кисти из этого набора достойные моего внимания. Есть очень классные, есть не слишком. Вот, например, кисть для хайлайтера мне очень понравилась. Я уверена в том, что и наносить консилер на глаза будет тоже удобно этой кистью. Так что всякие кисти мне тоже понравились. В принципе, даже кисть для тональной основы тоже неплохого качества. Кисти для глаз мне понравились. Для бровей не слишком. Поэтому вот 50 на 50, возможно, именно эта партия, именно этот набор, который у меня, может, так плохо набит, может, именно такого плана, но у другого продавца они будут немножечко отличаться. Насколько я знаю, любые кисти с Алиэкспресс, даже если одновременно взять два набора, они все равно будут между собой немножечко отличаться. Но я думаю, для цены 200 гривен это довольно неплохие кисти, поскольку одна хорошая кисть стоит примерно так же. Примерно 200 гривен можно купить одну какую-то кисть, но более хорошего качества. Или можно взять вот такой вот набор, который состоит из 11 кистей. В принципе, это все на ваше внимание, на ваше размышление, надо, не надо. Я свою миссию выполнила, я вам сняла об этом видео, показала эти кисти. Надеюсь, мое видео было вам полезным и интересным. Обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, пишите комментарии, как вам формат такого видео и как вам вообще этот набор. Спасибо большое за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok